Год за три Оксана Фадина во время официального отчета по деятельности мэрии в 2020-м не стала ограничиваться одним годом и зачитала депутатам доклад об итогах работы за весь свой срок. Мэр Омска отметила, что когда она заступала на пост в декабре 2017-го, главными проблемами города были дороги, детские сады и школы, судебные дома по линии капремонта и общественный транспорт. В каждой из этих сфер наблюдались большие недостатки, которые к 2021 году удалось заметно сократить. Например, в 2018 году лишь 47% городских дорог соответствовали нормативам. К концу 2020-го показатель достиг 70%. При этом ремонт уже идет не только на центральных магистралях, но также на окраинах. И количество строителей на второстепенных участках, по словам Фадиной, будет с каждым годом увеличиваться. Позитивная тенденция наблюдается и с местами в детских садах. Дефицит удалось сократить на треть. С 2018 года заметно обновился автопарк общественного транспорта. Количество изношенной техники на маршрутах сократилось вдвое. Появилась более прозрачная система оплаты проезда, за счет чего снизились потери бюджета. Стабилизировать казну также удалось за счет решения проблемы с судебными домами по линии капитального ремонта. Еще одна проблема – это колоссальные финансовые риски, связанные с возможной неустойчивостью бюджета, которые выражаются в судебных решениях. Общий объем судебных решений на начало 2018 года был 20 миллиардов. И львиная доля этих судебных решений лежала в плоскости обязательств по капитальному ремонту. Это порядка 13 миллиардов рублей. На 2018 год исковых и исполнительных листов было 620. На сегодняшний день мы их в половину уменьшили. За три года сделан капитальный ремонт в прецедентных объемах. Безусловно, не без замечаний жителей. Выходят подрядчики и дадим. Но главное, что жители, ожидая капитальный ремонт, долгие годы, наконец-то его получили. В завершении своего полуторачасового выступления Оксана Фадина поблагодарила депутатский корпус правительства Омской области за совместную работу и отметила, что именно благодаря слаженности удалось добиться серьезного прорыва практически во всех проблемных вопросах. Депутаты, в свою очередь, добавили, что достигнутые результаты позволяют строить новые планы на будущее. Задач действительно стоит очень много. Проблемы их сразу же не решить. Но я надеюсь, что и в отчете мэра было видно перспектива развития города по всем направлениям, начиная от демографии и заканчивая, наверное, городом-садом. Когда мы видим, сколько мы будем благоустраивать территорий и как мы видим наше будущее города даже в инвестиционном порядке и плане.